Доброе утро! Это то, о чем мы с удовольствием поговорим. Мы расскажем вам о такой теме, как пустыри и сорняки, волшебство или беспорядок. Что касается нашей родной страны, мы, собственно, родились оба в Великобритании. Доброе утро! Поэтому зеленые зоны в деревнях являлись неотъемлемой частью жизни британского общества. Вот, собственно, здесь картина показана для того, чтобы продемонстрировать, что далеко в прошлом мы гораздо больше общались с природой, потому что мы ходили на ногах, либо скакали на лошадях, либо в повозках каких-то ездили. Но, в любом случае, мы гораздо были ближе к природе, к открытой природе, к дикой природе. Ну, собственно, здесь как раз написано то, что я только что озвучил. Ну, кроме того, выращивались и овощи, и фрукты в сельской местности. Это тоже была неотъемлемая частью, потому что это помогало выжить деревенским сообществом. И что мы утратили на данный момент? Раньше мы ходили вот по таким прекрасным сельским районам, попастарали, слышали, как с утра пели птицы, как щебетали там кузнечики. И мы действительно чувствовали связь с природой. Что же произошло дальше? Начали строить магистрали и многоэтажные дома. В результате начала наступать автомобилизация. И в результате мы отстранились и абстрагировались от природы. И несмотря на то, что вроде это глазу приятно, но тем не менее мы абстрагировались. Книга была написана Майклом Хоффом еще в 80-е годы прошлого века, но она до сих пор остается актуальной. Это то, что мы сейчас видим в любом городе. Несмотря на то, что пространство огромное, зеленое пространство в городах, мы так быстро их проезжаем, и настолько широки дороги, по которым мы ездим, у нас уже нет связи с природой. Мы не слышим, как поют птицы, мы даже не замечаем, как начинают распускаться первые листья. Поэтому мы утратили вот эту связь с естественным ходом времен года, и мы уже не чувствуем природу, которая находится вокруг нас. Вот это, собственно, фотография из Москвы. Я здесь не живу, но вы-то все москвичи, поэтому я думаю, что для вас это обычное дело. И когда я оказываюсь в Лондоне, я скучаю по паркам и садам, потому что я езжу постоянно в метро и, соответственно, утрачиваю связь с парками. А в Москве автомобилизация росла динамическими темпами. И вот, кстати, это цитата из книги, которая называется «Не упустить главного» из-за подробностей. Говорят, что количество автомобилей увеличится в два раза к 2020 году, сейчас их 5 миллионов. Это большая проблема, и эта проблема будет оставаться крупной головной болью для муниципальных властей. Очень интересно будет посмотреть, как московские власти справятся с проблемой автомобилизации. С одной стороны, людям надо попадать в центр города, с другой стороны, необходимо принести природу в город. Надо восстановить взаимосвязь человека и природы. Я, собственно, хотел показать вам эту картинку. Это, кстати, в 1705 году так выглядело место, на котором позже был построен Санкт-Петербург. Собственно, надо вернуть природу в городские условия. С одной стороны, с другой стороны, необходимо использовать именно местные растения. Но почва-то уже изменилась. И вот, например, раньше на месте Петербурга были болота, и поэтому пришлось изменить полностью ландшафт для того, чтобы построить город. Соответственно, те растения, которые там росли, раньше сейчас уже там не растут, потому что экология изменилась. Москва строилась кургами, что называется, кольцами. И здесь то же самое произошло. Постепенно менялся ландшафт, постепенно менялись растения, которые там произрастали. Ну и, собственно, вот здесь так и написано, что Санкт-Петербург был построен по веерному дизайну, то есть звездообразно, как это делалось на Западе, а Москва росла кольцами. И самая главная характеристика всех городов заключается в том, что мы постоянно нарушаем почный покров из-за того, что ведутся строительно-монтажные работы, строятся дороги. В результате очень сильно меняется и состав почвы, и методы дренирования. Поэтому разрушается среда для растений, и мы должны все это вернуть. Это то, что нас больше всего на данный момент интересует. В качестве примера мы в Шенчжене, в Китае реализовали проект. Ну, собственно, на Западе население городов росло в течение 300-400 лет, а в Китае все абсолютно по-другому проистекало. Интересно было наблюдать за развитием китайских городов. Шенчжень находится рядом с Гонконгом на юге Китая, и население с 250 тысяч в 80-х годах выросло до 12 миллионов на данный момент. Представьте себе, за 30 лет. Соответственно, раньше это была просто рыбацкая деревня, Шенчжень, а теперь это вот такой город, это просто огромный мегаполис. Но самая интересная штука заключается в том, что из-за того, что город развивался настолько быстро, у них сохранились ПГТ, поселки городского типа, потому что у них разные сообщества до сих пор живут в разных районах, и, соответственно, город развивался вокруг таких ПГТ. У них все перемешалось, нету каких-то бедных районов или богатых районов, все перемешалось в огромном мегаполисе. Вот, собственно, Корбюзье в 2017 году вот именно такой план придумал, генеральный план Парижа для того, чтобы вернуть природу в город. Ну, я не говорю, что его план правильный или неправильный, это один из вариантов, и Ревгош, я думаю, выглядел абсолютно по-другому в Париже, если бы его план был реализован. Но, собственно, он продвигал следующую идею. Более богатые люди жили бы именно в таких районах, где было бы огромное количество зеленых зон, они были бы искусственными, но тем не менее. А вот более бедное население, оно бы проживало бы вот в таких районах, где не так много зеленых зон. В Боско-Вертикале, в Милане еще одна фотография, это тоже одна из попыток вернуть природу в город. В 85 лет уже существуют эти вертикальные сады. Очень дорогое, дорогостоящее удовольствие. Соответственно, возникает следующее соображение. Мы не можем ориентироваться только на экономические соображения, когда строим какие-то зеленые зоны, потому что, естественно, бедные слои населения не смогут себе позволить поддерживать в таком состоянии такие вертикальные сады. Мы постоянно пытаемся расширять границы. Это музей Генхайма в Бильбао. И когда его построили, это здание считалось, наверное, самым передовым, потому что органические формы там использовались. Посмотрите, пожалуйста, на ландшафт. Что произошло? Они просто там посадили пару пальм, и там газоны разбили. Все. Почему же мы раздвигаем границы архитектуры, но при этом абсолютно не занимаемся ландшафтом при этом? Ну, еще одна цитата. Городские жители живут в городах, находясь на улицах, на площадях, посещая магазины. И действительно, так оно и есть. Мы проводим какое-то время в парках и садах. Но почему-то мы все игнорируем другие виды ландшафта. Это промышленные ландшафты, это объекты ЖКХ, это пустыри, это пространство между развязками. И вот эти два вида ландшафтов сосуществуют в городах. Они очень сильно друг от друга отличаются. Первое, это искусственные ландшафты, да, это вот фонтаны, клумбы и так далее, и так далее. И требуется огромное количество энергии и денег для того, чтобы поддерживать это все в должном состоянии. И вот как здесь говорится в цитате, есть еще один вид ландшафтов, это заброшенные пустыри, заброшенные участки земли, где растут сырники, прямо пробивая их через асфальт. И биоразнообразие, почему-то это игнорируется. А необходимо обустроить среду обитания и для диких растений, и здесь денег не так много потребуется на поддержание этого в должном состоянии. Соответственно, почему же мы все время разбиваем вот такие ландшафты, да, газоны, клумбы, деревья. Я не хочу никого обидеть, особенно если вы зарабатываете ландшафтным дизайном на жизнь, но здесь ничего экологичного нету, и на обслуживание требуется очень много денег. Соответственно, возникает вопрос, а как вот эти пустыри обратно вернуть в город, сделать их ландшафтами в природном стиле? Мы, собственно, попытались это сделать, высаживая вдоль дорог деревья. Я вот когда в Лондоне жила, я ненавидела это все, особенно зимой, когда вообще на деревьях не было листьев. А вот весной, когда распускались листья, все просто как по мгновению волшебной палочки преобразовывалось. И вот посмотрите, вот эти деревья вообще никто не обрезал, ничего не делал с ними, и в результате они росли как придется, и здесь уже у человека гораздо более плотные связи с человеком. Ну, идеальные места вот такие вот, где вам кажется, что вы идете по дикому лесу. Эстетические правила привели к тому, что мы сейчас разбиваем парки, детские площадки, при этом там используется искусственное починное покрытие, асфальт, сетка рабица, и может быть там пару деревьев высаживаются, какие-то кусты, но при этом абсолютно отсутствует связь с дикой природой, которая произрастает в сельской местности. Мы вроде бы эти зеленые зоны делаем для того, чтобы отдыхать на природе, но это не так. На самом деле у нас расширяется разрыв между сельской местностью и городскими условиями, а мы должны сделать так, чтобы они сосуществовали гармонично. И для этого нам необходимо все это делать в естественном, в природном виде, а вот эти искусственные сады и зеленые зоны требуют огромных денег и энергии для поддержания их в должном состоянии. Это, кстати, писсуар, если вы не поняли. Как его там звали-то? А, Дюшам. Марсель Дюшам. Вот он придумал вот такую концепцию. Я, собственно, решил свою часть презентации начать вот с этого слайда, потому что очень многие люди расстраиваются, когда они видят сорняки в городских ландшафтах. Но в городах у нас все очень заформализировано, очень все квадратно-перпендикулярно, архитектура квадратно-перпендикулярна. И когда вы видите, что сорняк пробивается через асфальт, это то же самое, что поставить в музее писсуар. И вот то же самое касается и дикой природы в городе. Возможно, это не становится объектом искусства, но мне кажется, это то, что заставит нас задуматься и понять, что дикая природа – это хорошо. Ну, собственно, для чего мы здесь писсуар показали? Дело Ричарда Мата там было написано на писсуаре. И вот неважно, сделал ли Марсель Дюшам этот писсуар, собственно, руками или нет, просто он взял его, перевернул обычный повседневный объект, который мы видим каждый день, перевернул, и, соответственно, смысл абсолютно изменился. Это заставило людей задуматься о том, как еще можно применять этот объект. То же самое касается и сорняков. Надо задуматься, как их можно применять в городе. Мы хотели бы с вами обсудить сегодня в течение дня следующий предмет. Дикий ландшафт – это прекрасный ландшафт, и мы должны отказаться от этих жестко разбитых клумб, газонов и так далее. Мы должны обратно вернуть природу в города. Ну, в качестве хорошего примера – это верхний ярус Нью-Йорка. Кстати, эта концепция была вдохновлена природными пустырями. Но при этом здесь была заброшена железная дорога на втором ярусе, и та команда дизайнеров, которая разработала эту концепцию, вдохновилась именно той же самой идеей, которую мы только что озвучили. С одной стороны, это жесткая городская структура, с другой стороны, дикая природа вступила в свои права. Соответственно, они там разбили пешеходные дорожки, ну, там, понятное дело, они укрепили и балки несущие, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что концепция очень хорошая, и дикая природа заставляет пробудиться творческую жилку у людей. И это позволяет горожанам наслаждаться дикой природой прямо в городе. И у них постоянно меняются растения, которые высаживаются, в зависимости от времени года, естественно. Рекультивация тоже происходит естественным путем, как в дикой природе. И каждый день парк меняется. Если туда приходите в разные дни, то вы будете наблюдать разные растения. И это та концепция, которая динамично развивается. Однолетние растения там не получится высаживать, потому что они через 3-4 месяца просто отомрут, и все. А здесь многолетние растения произрастают, постоянно эволюционируют и меняются. Дуйсбург, ФРГ, тоже промышленный парк, тоже прекрасный пример. Раньше это был старый сталелитейный завод и угольный завод. Они, соответственно, взяли и оставили эту городскую архитектуру. Дикая природа отступила в свои права, как я уже говорил. И в результате люди теперь приходят на этот старый заброшенный сталелитейный завод, который очень похож, кстати, на эту оранжерею, в которой мы находимся, и наслаждаются всеми растениями, которые там просто растут, как придется. Очень динамичная и очень сложная среда была обитания создана для растений. Я даже произнести не могу название этого парка, но это, по-моему, тоже в Германии. Так вот, тоже сочетание дикой природы и заброшенных каких-то промышленных объектов. Очень часто мы сидим за экраном компьютера и пытаемся там что-то распланировать. Можно, конечно, все квадратно-перпендикулярно спроектировать. И вот те парки, которые сейчас получаются у дизайнеров, это же просто ужас ужасный, потому что при помощи компьютерных программ все получается как под линейку. А в природе-то нету прямых линий, там нету ничего жестко урегулированного. И мы должны стремиться разрабатывать дизайн так, как это сделала бы дикая природа. И вот здесь железнодорожные пути идут, и это тоже признак динамизма. Растениям здесь трудно расти, соответственно, выживают только сильнейшие, получается именно такой дикий ландшафт. Ну, что касается психологических аспектов. В Дуйсбурге они оставили вот этот промышленный имидж, потому что туда приходят те люди, которые раньше работали на этом заводе. Они приводят своих внуков на стальзавод заброшенный и говорят, я вот здесь работал. Видите, соответственно, это воспоминания. И то же самое касается и заброшенного аэропорта. С 1722 года там ведет историю этот аэродром. Ну, и местные жители решили превратить заброшенный аэродром в парк. И они подписали петицию, чтобы там не строились никакие здания. И парк выглядит сейчас вот таким образом. Ну, проблема заключается в том, что они же все-таки немцы, поэтому они считают, что ничего не должно меняться. А это же просто ужас ужасный. Ландшафт-то должен меняться, постоянно эволюционировать. Понятное дело, что там леса не будет никогда, но я думаю, что они должны подписать другую петицию, в которой было бы написано, что парк должен меняться. Я надеюсь, что в течение нескольких поколений аэродром превратится в лес. Ну, понятное дело, что взлетная полоса никуда не денется, но тем не менее вокруг нее будет уже нормальный лес. Это вот как раз получается городской ландшафт в стиле дикой природы. И то, о чем я говорил чуть раньше. Мы проносимся на высокой скорости в автомобилях по автомагистралям, а здесь никаких автомобилей нет. Но при этом дороги, ну, вернее, тут не дорога, тут взлетно-посадочная полоса, она такая же широкая, но при этом она используется по-другому. И этот парк очень и очень большой популярностью пользуется, соответственно, концепция работает. Ну, собственно, люди там даже выращивают овощи вот в этой части парка, и они начинают уже рекультивировать заброшенные пустыри. И, наверное, это самая вдохновляющая вещь, потому что ты, когда ребенком играл в каких-то парках, играл в футбол, это одно. Ну, а вот если ты можешь там что-то покопать, полазить по деревьям, то это абсолютно другое дело, и для этого требуются более сложные ландшафты. Ну, и в экономически процветающих городах огромное количество канвы, городской, что называется, постоянно перестраивается. Поэтому постоянно меняется мозаика дикорастущих растений, которые растут там, где искусственно взращиваемые растения не могут произрастать. Поэтому мы не можем категорически заявить, что вот у нас вот эти растения растут в Москве, соответственно, мы только их будем выращивать. Нет, почва меняется, климатические условия меняются, сейчас высотные дома стоят и строятся постоянно, соответственно, даже микроклимат в городах изменяется. Об этом надо помнить. Питкорн и другие докладчики будут вам рассказывать о своих концепциях. Я надеюсь, что вы очень внимательно будете их слушать. Они вам расскажут, что можно, какие растения можно выращивать в Москве. Мы занимались ландшафтным дизайном для одного из парков. Нам постоянно говорили, что вот это здесь не будет расти, это все не так, поверьте мне на слово. В Москве замечательный микроклимат для высаживания растений. И вот когда мне говорят, ничего в Москве не растет, я сразу говорю, да вы не правы. И я хочу в ходе этой конференции доказать всем вам, что в этом прекрасном и великолепном городе можно вырастить что угодно. Вот этот ландшафт был отдан на откуп дикой природе. Там уже растут не местные растения, а привносные, что называется, растения. Вот все говорят, что надо аборигениться. Если не будут расти аборигенные растения, то насекомым это не будет нравиться и так далее. Но биоразнообразие это замечательная вещь для человечества и для растений. Потому что разные растениевоческие культуры можно высаживать в городских условиях. Это то, о чем мы говорили. Это те растения, которые, может быть, раньше в Москве никогда не росли. Но сейчас-то Москва отличается от той Москвы, которая была в прошлом. Соответственно, уже другие растения здесь могут расти. И что нас еще вдохновляет, это то, как растения эволюционируют в городской среде. Мы постоянно почему-то высаживаем растения в горшки. Это не очень хорошо, и никакого дикорастущего растения у вас на выходе не получится. И вы, конечно, увидев такое в городе, скажете, да чего ж тут хорошего, это же просто бардак какой-то и хаос. Но растения-то начинают расти в любых свободных местах. Соответственно, мы можем поучиться у растений в деле ландшафтного дизайна. Да, может быть, это беспорядок, но можно внести пару дополнений и разработать очень хороший городской ландшафтный дизайн. Вот это, кстати, бельгийское движение. Они единственное, что сделали, написали слово «сопротивление» и стрелочку нарисовали. Это то же самое, как с писсуаром. Просто привлекли внимание к конкретному растению, которое проросло через трещину в асфальте. Еще один пример неаборигенного растения, которое растет в дикой природе уже в городских условиях, на пустырях. Тоже интересный пример. Это, кстати, мы возвращаемся к социоэкономическим вопросам. Детройт, город Детройт в США находится сейчас в экономическом упадке. Там все автозаводы позакрывались. Но посмотрите, что произошло. Это, кстати, заброшенный автозавод в Детройте. И собралась вода на поверхностях с жестким покрытием, и получилась такая заболоченная местность. С одной стороны, некоторые люди могут быть этим шокированы. С другой стороны, здесь сложился уже микроклимат. Птицы начали прилетать и заселять эту площадь. То есть сейчас там биоразнообразие такое, какого раньше вообще не было. И когда мы начинаем какие-то проекты, мы обычно вытаскиваем ноутбук из чистого листа, начинаем думать, что бы тут такого напланировать и напридумывать. Надо ориентироваться на дикую природу. Мне кажется, надо сначала изучить первоначальный ландшафт, который был в этой местности. Посмотреть, какая почва была, состав почвы. И что сделать для того, чтобы потом ваш ландшафт не требовал никакого обслуживания, ну или, по крайней мере, минимального обслуживания и вмешательства со стороны человека. И, соответственно, у нас получаются на выходе очень хорошие дизайны. Если копнуть поглубже, если опуститься в историческое прошлое, конкретной местности, то у вас получится гораздо более удачный ландшафтный дизайн с биоразнообразием в городских условиях. Ну, собственно, полынь, это вот в штате Массачусетс, в США фотография была сделана. Ну и в Москве, кстати, у вас очень холодные зимы, очень много снега, плюс еще реагенты распыляют. Поэтому, плюс еще это все месиво перемешивается колесами автомобилей. Так вот, я, собственно, это к чему? Потому что есть определенные растения, которые могут приспособиться даже к таким условиям. И вот здесь, например, полынь обыкновенная растет, она абсолютно доминирует на этой улице, она уже выглядит абсолютно естественно. Это просто прекрасно. Это еще одна замечательная идея того, как дикие растения приспосабливаются даже к той почве, которую вы изменили после строительных работ. Посмотрите, какой эффект вы можете получить после зимы и весной. Сложности – это дополнительные возможности для вас, как ландшафтных архитекторов. Трещины в асфальте – это тоже очень удачный ход. Очень многие могут посмотреть на такую картинку и сказать, надо новое покрытие асфальтовое здесь сделать. Нет, на самом деле можно это все оставить и посчитать это удачным ходом, когда дикая природа начинает наступать на город. Очень нравится нам вот эта фотография, потому что можно, конечно, напланировать ландшафт, где будет куча проводов, будут прилетать птицы, садятся на провода, они будут там ронять семена какие-то, будут прорастать деревья, и вот получается такая картина. Здесь просто никто специально ничего не высаживал, а вот у нас почему-то считается, что надо высадить какую-то посадку вот сейчас, чтобы она потом всю жизнь вашу там и росла. Но городские жители тоже хотят наблюдать за эволюцией природы. Я хочу видеть какие-то изменения в окружающей мне среде. Если вы просто натянете провода, будут прилетать птицы, будут ронять семена, семена будут прорастать, и несколько поколений людей будут наблюдать за тем, как естественным образом будут расти деревья. И вот, например, в ходе этого цветочного джема нам бы хотелось до вас донести вот это четвертое измерение, это время, это развитие садов и парков в динамике. Да, вот три месяца нам отведено на выращивание городского там какого-нибудь сада, но представьте себе, что можно было бы использовать другой подход и наблюдать развитие садов и парков в динамике. Естественные процессы – это то, что мы должны поощрять. Нельзя преследовать концепцию, когда ничего не меняется, и везде будет только одна пластмасса, и все. Ну и подсознание человека, как работает. Увидел забор, значит, проход запрещен. Нет. А здесь получается, что никакого-то забора нету, просто выросли деревья сами, хотя вроде бы мы натянули эти провода. Никто не обрезал эти деревья, собаки там не бегали, автомобили не ездили, поэтому деревья росли так, как придется. Это, опять же, подсознательная идея, которая заключается в том, чтобы изменить городской ландшафт, вне зависимости от того, хочется вам это или нет. И вот мы даже за пустырями городскими наблюдали и видели, что они тоже очень динамично меняются, и там есть тоже чему поучиться для того, чтобы потом применять эти идеи в градостроительстве, градопланировании и выработке ландшафтов. Вот посмотрим, что будет, если не трогать асфальтовое покрытие в течение трех лет. Там же тоже появится трещина, будут сорняки вылезать. Вот, кстати, хороший пример. Сорняк вырос там, куда капала вода от кондиционера или, скорее всего, от обогревательной установки там вода шла. Это всего лишь небольшой пример того, как можно использовать ливневые воды в городах особенно. Я потому что наблюдал огромное количество домов в Москве, стена которых увешана сплошь и рядом там кондиционерами. И можно использовать вот эту концепцию как раз-таки для того, чтобы рекультивировать даже такие районы. Надо просто изменить менталитет. Вот, возвращаясь к картинке писсуара, который был помещен в музее. Мы должны по-другому относиться к растительности в городах. Рекомендую вам прочитать вот эту книгу. Питер Детредичи, горбардский профессор, написал книгу, которая называется «Цвета будущего». И, по сути, ландшафт делится на три категории. Во-первых, это остаточные аборигенные ландшафты. Это то, куда пока еще, что называется, не ступила нога человека. Там растут дикие растения. Но из-за того, что происходят в любом случае изменения, они требуют постоянного вмешательства и обслуживания со стороны человека, потому что сторонние растения, если им позволить там расти, как попало, уничтожат аборигенные растения. Вторая категория – это, что называется, управляемые функциональные ландшафты. Это вот все ваши парки, сады и кладбища. Здесь требуются огромные усилия, огромные деньги для того, чтобы их поддерживать в нормальном состоянии. Не за этим вариантом будущего. И вот мы продвигаем такую концепцию. Это заброшенные промышленные объекты, где просто растут дикие растения. Там не требуется никакого обслуживания, денег вообще почти не требуется. И я надеюсь, что вот такие заброшенные площади можно будет использовать для продвижения городских ландшафтов. И вот Джеймс говорил о том, что там необходимо, конечно, и лавочки делать, эти пешеходные дорожки для того, чтобы люди могли там прогуливаться и отдыхать. Но опять же, денег не так много на это все уйдет. И опять же, еще один важный момент – это все очень красиво выглядит. Ну, это, кстати, картинка из Токио. Жизнь в городе – это тяжелая штука. Нам повезло, потому что мы живем в маленькой деревушке на юге Франции. Каждый раз, когда я возвращаюсь в Лондон, не я, конечно, Лондон люблю, но к концу дня такое ощущение, что из меня выпили все соки из-за того, что шум везде, куча пробок и так далее. Поэтому нам всем требуется место, куда мы можем уйти от этого города шумного и побыть на природе. Это, кстати, фотография сделана в Подмосковье. Это вот пастыри заброшенные, да, вот люди шашлыки жарят. То есть, видите, в принципе, пространство-то используется. Поэтому можно использовать вот эти заброшенные площади и сделать их более привлекательными для горожан. Наша роль заключается не в том, чтобы защищать и сохранять вот эти заброшенные площади. Иногда эти места являются достаточно опасными для человека, поэтому требуется внимание со стороны дизайнеров в ландшафтах. Но мы должны постоянно смотреть, как бы превратить такие пустыри в динамически развивающиеся и интересные места, куда люди могли бы прийти отдохнуть. При этом не надо там квадратно-перпендикулярно все чертить у себя на компьютерах и высаживать какие-то прямые посадки. Вот очень нравится мне эта фотография. Пришел человек и решил позагорать. Нет, конечно, здорово же, да, что человек нашел себе место, расстелил полотенчик, лег. Ну, тут, правда, трактор стоит рядом с этим якобы пляжем, но, тем не менее, человек как будто на пляж пришел. Меня это очень вдохновляет. Ну, и я думаю, что психологи, которые будут выступать чуть позже, нам расскажут более подробно о психологических аспектах. Но, тем не менее, вот у человека появилось личное пространство, у него менталитет из-за этого меняется. Я как-то разговаривал с пожилой женщиной, и я вот когда езжу на поездах, мне нравятся вот эти проводники, которые ходят, и мне нравятся здания железнодорожных вокзалов, они потому что все в одном стиле выполнены. И я с ней вот разговаривал с этой пожилой женщиной, и я ей рассказал, что вот мне нравятся эти здания, а она говорит, я ей ненавижу эти все здания. Я спрашиваю, почему? А она говорит, а потому что я жила во времена Второй мировой войны, и когда сквозь разрушенные здания начинали прорастать сорняки, она тут же начинала вспоминать бомбежки, то есть для нее это был отрицательный опыт, а для меня это был положительный опыт. Поэтому понятное дело, что у людей будут разные точки зрения по поводу вот этих концепций, и об этом тоже необходимо задуматься, когда вы будете прорабатывать свои ландшафтные дизайны. Мы хотели начать конференцию именно с этой дискуссии. Надо задуматься о том, что мы делаем на данный момент с городскими парками, когда высаживаются однолетние растения, все деревья точно в ряд высажены и так далее. Надо посмотреть на то, как можно благоустроить пустыри, заброшенные зоны, сделать их природными парками, и посмотрим, как природа сама вступит в свои права, и за счет этого будет обеспечиваться биоразнообразие. И нам бы хотелось призвать вас всех к тому, чтобы вы задумались о том, какие уроки можно извлечь для себя, ориентируясь на вот такие дикие, заброшенные ландшафты и пустыри. Можно подумать, как их превратить в более привлекательные для людей зоны. Я надеюсь, что под завершение этой конференции вы вдохновитесь на то, чтобы создать что-то новое и изменить ландшафт Москвы, потому что сейчас мы видим огромное количество строек, они все очень жестко зарегулированы, все однообразное, и я думаю, что Москве это не позволит превратиться в динамически развивающийся, процветающий город. Людям нравится приезжать в Москву, и они приезжают сюда из Франции, и приезжаешь из Франции и видишь, что все, история-то закончилась. Во Франции закончилась, а здесь все строится, что-то происходит, движуха какая-то всегда. Это здорово! Да, вот видите, он в костюме приехал, динамика у него. А вот что касается садов, разбитских садов, видишь, что парки у вас не такие интересные. И, кстати, это касается не только Москвы, это касается всех европейских городов, везде с этим сталкиваешься. Но в Москве действительно чувствуешь, что есть динамика, есть вдохновение, я же говорю, движуха. Я надеюсь, что вы воспользуетесь вот этой движухой для того, чтобы продвигать свои ландшафтные дизайны. Ну и мне очень понравилась вот эта фотография, потому что мы постоянно чрезмерно что-то пытаемся распроектировать. Возвращаясь к аэродрому в Темпелхофе, вам не нужно четко распланированное пространство. Будет пространство, люди будут им пользоваться. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Люди там катаются на велосипедах, на экстремальных, там что угодно могут делать. Поэтому надо использовать то, что уже есть в природе, не надо чрезмерно все проектировать. использование пространства. Использование пространства. Всем нам хочется оказаться на природе, нам хочется сесть и почитать книжку где-нибудь на природе, абстрагироваться от всего. И не важно, где вы будете, на пустыре, вот, кстати, женщина сидит на пустыре. И вот история неоднократно уже доказывала, что дизайнерские парки, которые разбиты в большинстве крупных городов, например, Гайдпарк в Лондоне и Центральный парк в Нью-Йорке, это очень важные зоны для горожан, проживающих в этих городах. Неважно, пустырь у вас или ландшафтный парк, который там сто лет уже существует, главное, чтобы они в принципе были в городах. Ну и возвращаясь к самому-самому началу, когда мы вам говорили о зеленых зонах в деревнях и о необходимости выращивать овощи и так далее, и так далее. Вот, кстати, эта фотография была сделана в ЮАР, и там сады, которые мы показывали в Германии, вот в ЮАР то же самое происходит. Это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что мы должны выращивать собственные овощи, собственные фрукты, и это позволит детям действительно почувствовать себя частью дикой природы. Дети должны четко понимать, как растут овощи, что они едят по сути. Это очень-очень важно, поэтому надо задумываться постоянно о том, как использовать пустыри и парки, разбитые в городских условиях. Овощные огороды тоже важная часть. Ну, это укрупненная фотография того же самого. Ну, и очень нравится мне этот цитат. Детям нравится играть в условиях дикой природы, они всегда так делали, и контакта с природой не избежать. Почему же, когда мы взрослеем, мы считаем, что вот это грязно, это не очень хорошо? Почему ребенок где-то глубоко у нас в душе умирает, когда мы взрослеем? Давайте разбудим этого ребенка. Надеюсь, вам понравится эта конференция, и надеюсь, она вас вдохновит на какие-то безумные биоразнообразные ландшафты в городе Москва. Мы чуть раньше закончили, потому что нормально, ничего, что мы с опережением графика идем. Наших уважаемых гостей за доклад, и особенно благодарим за то, что вы закончили чуть раньше, потому что у наших гостей появляется больше времени на то, чтобы задать вопросы. Если, конечно, они у вас возникли в результате этого доклада. Есть вопросы? Нет? Вы все поняли? Не слышно? Давайте я просто так скажу. Есть ли в зале вопросы? Нет? Прекрасно. Вопрос был такой. Вы когда в Москву приезжаете, вы только в центре находитесь, или у вас есть возможность поездить по более, скажем так, природным ландшафтам, о которых вы говорили в своей презентации? Нет, Знаете, мы проектировали один парк не в центре Москвы. И да, действительно, когда мы видим такие ландшафты за пределами Москвы, мы видим, что дикая природа наступает на город. Микрофон, пожалуйста, переводчик вас не слышит, перевести ничего не может. Он глуховатый, сидит в звукоизолируемой кабине. Мы имеем отличный сад. Это метро-стейшн Нахимовский проспект на наступает на саду Москвы. И вы должны идти на саду и идти на метро-профосоюзное. И вы должны увидеть бензи на ревер Котловка. We have squirrels, hares, birds, и also здесь four-store buildings, which you showed us on the photos. С этим я не справлюсь. When the government told the people living there that they will make another highway there, this lady decided to fight, I assume. Good. So they fought. Uh-huh. And then there was a special place for people to relax and maybe have some barbecue or something. So you were invited there, okay? Thank you. So you did like you were in the street and and in our children. Спасибо большое. Мы проследим за тем, чтобы Джеймс приехал. Есть ли у вас здесь еще вопросы? А, девочка с микрофоном. У нас есть, простите, я не знаю, как вас зовут? Вита. Вита. И тогда ваш вопрос будет переводить не я, а специально обученный человек. Здравствуйте, я из Санкт-Петербурга и у меня вопрос, связанный с нашим городом. У нас большую часть города занимает историческая застройка и как по вашему мнению, стоит ли в центр города вносить такие же природные сады или стоит вот так вот ухаживать за всеми садами, парками, как это делается в Петербурге? Все, стричь. Я считаю, что абсолютно необходимо развиваться дальше и идти дальше, потому что вот эти искусственные ландшафты и парки, они все очень сильно заформализированы, ну, исторически так сложилось, да, я понимаю, но они же очень скучны. Я считаю, что они могут сосуществовать, природные парки и вот такие искусственные парки. Конечно, не надо рубить дрова, но вот если вернуться к примеру второго яруса в Нью-Йорке, то вы увидите, что огромное есть количество пространств, которые можно использовать. Никто не мешает сосуществованию таких двух видов парков. А что касается исторических парков, то пускай ландшафты остаются такие же, но просто не надо высаживать на клумбах растения, можно даже исторические парки как-то улучшить. Еще вопросы? Подойдите, пожалуйста. Давайте тогда сначала здесь, а потом... Добрый день, у меня такой вопрос. Сейчас в последнее время у детей много рождаются дети с аллергией, как раз такие растения как полынь вызывают эту аллергию. Есть ли такие проблемы в вашей стране? Как вы решаете? Знаете, что, мне кажется, большая часть проблем с аллергиями связана с однолетними растениями. Соответственно, биоразнообразие поможет вам решить проблему аллергии. Соответственно, вернутся пчелы и другие насекомые в города, тут же будет решена проблема с аллергиями. У нас дочка тоже аллергична на мед и на все, что связано с медом, поэтому у нее тоже постоянно возникают проблемы, особенно весной. И, кстати, вот у нас в Челси, в Лондоне огромное количество деревьев, и там все страдают аллергией, потому что там только одного вида деревья растут, а если бы было биоразнообразие, то не было бы проблемы. Поменьше антибиотиков и вот ложка меда в день и все, и все проблемы решены. Еще раз, биоразнообразные ландшафты вам в помощь. Здравствуйте, я из Екатеринбурга, и у нас не такие большие бюджеты на уходы за парками и садами, ну вот за городскими скверами, и поэтому у нас сорняки достаточно хорошо себя чувствуют. И у меня вот вопрос такой, надо ли как-то самоорганизовывать или вот как они растут, пусть они так сами себе и растут? Или все-таки человек должен как-то вот что-то тут как-то организацию какую-то вводить? Или все-таки вот какие рекомендации на этот счет? Потому что у нас как дальше чуть-чуть зашел сквер любой, так там хорошо с природой все. Ну да, действительно некоторые ландшафты такие заброшенные, они красивые, так вот еще раз хочу повторить, что некоторые заброшенные ландшафты они действительно красивы, но вы можете изучить какие у вас сорняки растут, какие растения сами растут, вы можете за счет этого разнообразить даже ваши искусственные ландшафты. Людям нравятся разные, разные цвета и вас еще ждут замечательные докладчики, которые являются очень яркими, скажем так, так же как и цвета. Поэтому вот мне нравятся сорняки, но не всем сорняки нравятся, вкусы разные у всех, поэтому надо изучить сорняки, почему они растут, как они растут, за счет этого можно сделать очень яркий и цветной ландшафт, при этом не будет требоваться никаких усилий, надо ботанику чуть-чуть поизучать. Да, ну и кстати вот устойчивое развитие, устойчивый рост, это тоже большой вопрос. Если вы не будете ничего обслуживать и не будете парком приглядывать, он превратится в лес, поэтому естественно требуется вмешательство, главное, чтобы это вмешательство не было чрезмерным, надо посмотреть, как свет падает, как достичь золотой середины, чтобы стабильно развивался парк. Но не надо слишком сильно вмешиваться. И вот, кстати, людям нравятся разные цвета, они везде, но это не означает, что надо высаживать на клумбах разноцветные цветы. Возьмите, пожалуйста, микрофон. А что будем делать с менталитетом русских при внедрении таких... при внедрении таких ландшафт? Это Джеймсу и Хелен вопрос. Да, Джеймсу и... Да, обоим. Что делать с менталитетом? Ну, знаете, насколько я понимаю русский менталитет, я ж не русский, я просто в книжках читал, что такое русский менталитет. Так вот, насколько я русских понимаю, русские любят такую дикую-дикую природу. Ну, просто, мне кажется, что надо еще увязать вот этот менталитет с ландшафтными парками. Ну, вот, например, живопись, да, вот исторически так сложилось, что все русские художники просто любят вот эти огромные пространства, леса и так далее. Ну, вот, а когда дело доходит до проектирования парков, ну, это, кстати, опять же касается не только России, это касается всех городов, европейских, градостроительства везде одинаково. Так вот, почему-то вот эта любовь к дикой природе и эстетическое наслаждение почему-то не отражается на том, как мы проектируем городские парки. И я думаю, что наступит такой период времени, когда люди изменят свой менталитет. Вы видели фотографии Райна? Так вот, в будущем в будущем все изменится. Ну, опять же, самая большая проблема это наличие разных цветов. Если цвета будут разные вот в этих заброшенных парках, то людям понравится такая концепция. Мне кажется, что эволюцию не остановить, потому что молодое поколение, вот, например, Грета Стенберг, 16-летняя шведка, которая выступала в Давосе на Всемирном экономическом форуме о климатических изменениях, в ее глазах видно было, что молодое поколение прекрасно понимает, что такое изменение климата и биоразнообразие и нафекомые это то, чем они будут заниматься. Да, время потребуется для того, чтобы все это изменить, но я думаю, молодое поколение придет и все изменит. Я думаю, что СМИ, извините, соцсети, которые позволяют общаться очень быстро, приведут к кардинальным изменениям уже в ближайшем будущем. Россия любит яркий цвет. Русским нравятся яркие цвета, особенно в ландшафтах. Ну и в ходе этой конференции мы продемонстрируем вам, как сделать природный парк разноцветный. Вот девушка в средней части нашего зала подняла руку. Добрый день, Нижний Новгород. У меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот есть города исторические, а Нижний Новгород очень промышленный город. Есть какая-то разница в этих природных ландшафтах относительно все-таки каких-то особенностей городов, постпромышленные или там исторические города, или это вот для всех подходящий результат такой сценарий? Мне кажется, что очень сильно все будет зависеть от того, какая почва у вас в городе. Если там исторический город и почва не менялась в течение многих лет, то понятно, что этот город будет очень сильно отличаться от постиндустриальных, особенно если у вас промзон куча была, там тяжелые металлы уже в почве. Поэтому, естественно, по-разному будет продабатываться концепция в зависимости от того, как развивался сам город. Ну и что касается исторических ландшафтов и исторических парков, там уже традиционные формулы используются, традиционные структуры. С одной стороны их надо сохранить, с другой стороны их надо развивать. И вот эти заброшенные промышленные объекты, они развиваются естественным образом. Мы изучаем это очень тщательно для того, чтобы понять, как их превратить в парки, не переструктурируя их. вот сейчас нам очень нравится, что сейчас происходит. Мы просто пытаемся носить цветом вот эти заброшенные пустыри, а вот что касается исторических парков, то просто надо подумать о том, как высаживать по-другому растения и другие растения. Вот, например, Дуйсбург в Германии, да, раньше это был столетельный завод, там тоже вроде бы тяжелых металлов в почве куча было, но они использовали специальные рекультивирующие растения, которые естественным образом изменяли состав почвы и в результате почва стала достаточно богатой для того, чтобы потом можно было прорастать другим растениям. То есть, опять же, все сводится к багажу знаний и надо адаптировать концепцию под конкретный город. Все? Нет. Ага. Добрый день. Я из Казани и то, о чем вы рассказываете, мне кажется, для провинциальных городов, даже для таких крупных городов, миллионников, как Казань или вот Керенбург, это серьезная проблема и немножко вот нам еще рано, рано как бы идти к тому, о чем вы говорите, просто рано, да, не все слои населения готовы к тому. Бывает случай, когда мы сажаем, делаем какие-то дизайнерские цветники и высаживаем злаки, то иногда подходят просто местные жители и говорят, ну что вы, вот посмотрите, в 100 метрах все это растет в дикой природе, вы нам что тут, что за дизайн, да, поэтому то, что вы говорите, это великолепно, для, но для провинциальных городов чуть-чуть, несколько лет надо подождать, но мы к этому идем. Наталья Борисова хочет вмешаться в дискуссию. Если позвольте, я бы хотел ответить на этот комментарий. Ну, мне кажется, с одной стороны вы правы, потому что я в Белгороде занимался одним проектом, и там крупное фермерское хозяйство было нашим заказчиком, и мы сказали, что мы вот сделаем вот так и так, а он сказал, что вот как вот это заброшенное поле, которое рядом с моим, что ли, то есть видите, провинциальный абсолютный менталитет, да, я понимаю, с какими сложностями придется сталкиваться в провинциальных городах, но опять же, надо цвет привнести, если будет все яркое и по цветному, то все изменится. Ну, дикая природа, там же цветов не так много, но можно пригласить иностранцев, таких как мы, в качестве лошадных дизайнов, мы вам надизайнем, все будет ярко и с огромным количеством цветов. И ландшафт будет очень динамически развивающимся, и как только добавите цвета, даже провинциальное население вам скажет спасибо. Отсутствие цветов, вот что, отсутствие цвета, вот чего не хватает. Да, вы правы, что потребуется время, но опять же, молодое поколение будет именно теми людьми, которые будут внедрять эти изменения, и на нас лежит большая ответственность подготовить этих людей. У нас есть профессорско-преподавательский состав в университетах, которые преподают ландшафтный дизайн, дизайн садов. Приходит молодежь, которая хочет менять ландшафты, и если мы будем заниматься их образованием, подготовкой, то я надеюсь, что в будущем, в ближайшем будущем, все это, все эти мечты осуществляться. Но вот этот крупный фермер больше у меня ничего не заказывал. Дискуссию. Я только две недели назад приехала из Казани, и мне кажется, процесс уже пошел, потому что там сделали набережную прекрасная китайская компания Турэнскейп, и высадила биоплата из аборигенных видов растений, и это очень здорово смотрится, вот, поэтому мне кажется, уже как бы там все это уже идет, и все это будет развиваться. Добрый день, я хочу вмешаться в город Самара. Я абсолютно не согласна с некоторыми выступающими, очень большого количества наших людей вот этот биоценоз природный востребован, нравится, и они готовы менять свои сады именно под природную биоценозу. Спасибо вам большое, что вы нам помогаете это внедрять. Здравствуйте, Марина Беляева, Обнинск. У меня вот какой практический вопрос. У нас в городе, посреди города, есть кусок леса, он так называется, Гурьяновский лес, и долгое время там ничего не делали, там заселили сюда всякие асоциальные личности, там стало опасно ходить и так далее. Вот два года назад из этого города, из этого леса стали делать немножко парк. Там проложили дорожки, и возникла борьба мнений в городе. То есть, кто-то считает, что надо оставить лес, как он есть, а кто-то считает, что именно лесу, посередине города, не место, что там нужно вычистить весь подлесок, проложить, помимо дорожек, еще свет, и использовать именно как парк. Вот как вы считаете, какой путь правильный? Трудный вопрос. Большое, конечно, спасибо за вопрос, но вы нас немножко подставили, что называется. Ну, есть два подхода. С одной стороны, надо защищать дикую природу, а с другой стороны, надо же создавать такие зоны для людей, ну, если особенно у них отсутствует место, ну, вот если, например, бомжи там ходят и бродяги, им же тоже надо создавать какие-то места для того, чтобы они могли жить. Я знаю, о чем я говорю, потому что мне неоднократно приходилось с ними сталкиваться. Может быть, какое-то общество возьмет обязательство на себя по уходу за этими бродягами, то этот лес уже не будет опасным местом, и люди смогут гордиться тем, что они превратили этот лес из опасного места в безопасное. Ну, надо искать золотую середину, надо стремиться к компромиссу. Я думаю, что можно использовать комбинацию этих двух подходов. С одной стороны, я уже говорю, надо защищать дикую природу, надо каким-то образом с бродягами разобраться, поддержать их, надо с ними поговорить и донести до них мысль о том, что они должны тоже защищать природу. С другой стороны, вы можете выгнать всех бродяг при помощи полиции дальше все снести, дальше там выкосить весь подлесок, дорожки проложить, освещение, и вроде бы вот это здорово, но уйдет вот эта прелесть дикого леса. Ну, позвольте, я вопрос задам только уже на английском тогда. Ну, у меня даже не вопрос, а больше комментарий, потому что у нас диалог ушел в несколько в другом направлении, такое ощущение, что у нас все черно-белое и две противоположных точки зрения, с одной стороны дига природа, там сумасшедшая абсолютно, и с другой стороны искусственно спроектированные ландшафтные сады, но будущее-то оно не черно-белое, оно серое, и между черным и белым всегда есть такая терра инкогнито, есть множество оттенков серого, что называется, не надо вдаваться в полное сумасшествие и там все делать как в дикой природе, и с другой стороны не надо бросаться в другую крайность и все планировать чрезмерным образом. За этим будущее, за комбинированным подходом мы должны отходить от этих крайностей, мы должны использовать гибридные подходы, смешанные подходы. У нас еще будет с вами возможность послушать его доклад, я благодарю вас за вопросы, к сожалению, времени у нас в обрез, у нас с вами очень плотная программа, поэтому давайте двигаться дальше. дальше.